Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Все забайкальцы могут принять участие в нашем фильме, могут подойти к нам на кастинг, который будет объявлен, и объявление это будет подано в социальных сетях на нашей страничке 321-й Сибирская. Приглашаем вас участвовать в нашем фильме. Совсем недавно съемочная группа, в состав которой вошли забайкальские представители, побывала на Мамаевом кургане, где был совершен буддийский обряд. В рамках подготовки проекта 321-й Сибирская наша продюсерская группа выезжала в город Волгоград, Волгоградскую область, Ростовскую область, Республику Калмыкия, для того, чтобы почтить память наших погибших воинов-героев, для того, чтобы провести обряд гунрик возле статуи Родина-Мать. Эту поездку мы посвятили такой особой дате, это 19 ноября 1942 года, под Сталинградом было начато контрнаступление, которое завершилось 2 февраля 1943 года полной победой. К капитуляции 8-й армии вермахта, фельдмаршал Паулюс сдал святой степень. По словам режиссера фильма Салбона Лагденова, фильм «321-я Сибирская» создается не для фестивалей, а для народа, который сейчас очень нуждается в патриотизме. Всегда хочется показать, что сама серьезность вещей, сама трагедия, она настолько объединила, сковала людей в одно целое, и тем не менее, по всем при этом, именно хочется ту часть показать, когда человек, наш человек, наш русский, российский человек остается человеком. Некоторые сцены будут сниматься в Забайкальском крае, например, полигон Цугол очень подходит для съемок танкового сражения. В рамках подготовительного периода к съемкам фильма «321-я Сибирская» были проведены натурные съемки и выбраны некоторые объекты в Забайкальском крае. Это непосредственно Цугол, Цугольский военный полигон, где проводится военное учение Министерства обороны Российской Федерации. Это станция Степь, это станция, ой, поселок Безречное, поселок Степной, Степь, простите, пожалуйста, и пригород города Читы. Чем примечательны данные вот объекты, потому что они весьма очень схожи с Донской степью, и ландшафтно, и линия горизонта. Читинский депутат, участник боевых действий на Кавказе Александр Сапожников уверен, что его военный опыт поможет ему в съемках фильма, потому что, как он считает, войну прошел, и теперь бояться ему нечего. Вообще, вот, военные люди, которые принимали участие в боевых действиях, в Америке, в Течне, вам, как сказать, ветераны Великой Отечественной, мы по-другому и ходим, и по-другому делаем такие вещи, что они, конечно, простому человеку, может быть, и не знакомы. Да, конечно, я надеюсь, что фильме это поможет, и в роли моей поможет, конечно, мы сесть в Волгограде, я посмотрел эти места, то есть я проникся, эти посмотрел, я просто, ну, слов не было. А так, да, конечно, поможет, опыт есть, я надеюсь, надеюсь на помощь солдона, режиссеру нашего. Съемочная группа подарила присутствующим в зале ветеранам Великой Отечественной войны цветы и подарки. Также были показаны отрывки из фильма. Режиссерам и авторам сценария Салбоном Лагденовым проведена огромная работа по подготовке важнейшего проекта своей жизни, художественного фильма о подвиге наших предков «321-я Сибирская». Многочисленные встречи с ветеранами, часы работы в архивах, консультации с историками, написание сценария, прорисовка главных героев, подготовка раскадровок и подбор натур – на все это ушло почти пять лет. Но уже весной 2016 года начнутся первые съемки, и будем надеяться, что фильм о воинах, которые отдали жизнь за чистое небо над головой, станет культовым и войдет в историю России, как многие легендарные киноленты. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забонфору.